Всем привет, с вами Даша Кей, и сегодня я снимаю на свою старую камеру, точнее на свой старый объектив у себя в комнате. Тут и косметика, и фаны висят, и они накрашены не просто так. Косметика с Алиэкспресс. Сейчас я заказала просто все, от кисточек до тональной основы, будет самая страшная кремовая текстура, чего я боюсь очень заказывать с Алиэкспресс. Уже что-то чуть ли не порвала. Кисти с Алиэкспресс, это бренд Focolare, какие бы там подделки-не подделки не были. Ну, косметичка добротная, все это стоило, вы не поверите, 370 рублей, по-моему, и вместе с косметичкой они стоили 800 рублей. В общем, 400 и 400. Они все синтетические, что очень хорошо, потому что натуральные кисточки на Алиэкспресс сыпятся безбожно. Какую кисточку я больше всего хотела? Это вот такая вот факелообразная кисть, которой можно наносить хайлайтер, делать какие-то такие легкие движения. Меня к ней приучил Геф, только он мне такую как-то покупал в Маке. Кисточка для складки века и маленький типа а-ля бочонок для глаза, для нижнего века. Есть кисточка маленький факел, наверное, подойдет для консилера. Ну, в общем, все эти кисти, ну и большая, честно говоря, лучше взять кисти без чехла. Мне пришли одноразовые щеточки, которые я постоянно использую для блесков и для туша. Они вот так вот выглядят. Это тот мастхэв, который нужно брать с Алиэкспресс. Спонж и тонал. На спонж я не села, он просто немного помялся. Спонж, я надеюсь, будет размокать в воде. Именно поэтому я принесла стакан с водой. Нет, только не говорите мне, что это не работает. Ура! Он пошел буграми. Блин, надо было заказать два. По сравнению с лицом, посмотрите, в какое огромное яйцо превратился этот спонж. Ну, на ощупь он мягкий и не похож на спонжик с фикс прайса, что-то получше. Я не могла найти цену на спонж, потому что он кладется в подарок палетки контуринг. Поэтому я ее сразу же открою. Хотя тут сухие текстуры, не знаю. Но сейчас я буду наносить тон Air Fluid. Я сначала думала, что он будет, типа, распыляться по лицу. Знаете, как бывает в баллончиках, такие тоналки, как от Dior. Тональный крем стоил достаточно дорого, 451 рубль. В наборе есть кисточка для тонального крема. По-моему, он даже подойдет под мой цвет кожи. Для тона. Спонж настолько большой, что мне просто непривычно держать его в руках. Так. Ну, что могу сказать про тон? Он немного собрался в складочке возле носа. У меня такая большая пачка продуктов для лица. И я понимаю, что я, возможно, даже это не смогу использовать. 100 рублей. И, честно говоря, мне немного страшно. Нанесу просто прям треугольничком. Я нашла рабочий способ. Берете спонж, просто промакиваете в консилер. Им уже распределяете по лицу. Делаете такую легкую светлую коррекцию. Но это, кстати, не самый плохой консилер, который я пробовала. Консилер прям норм. Сейчас я припудрую лицом. Так. Прозрачная пудра в ноль первом оттенке. Пудра. Это консилер в шайбе. Сегодня прям как Ириана Гранде. Нанесу пудру под глаза. Пудра убрала мои мешки под глазами. Рельеф кожи сглаживается. Как сказать? Эффект, если честно, муки немного. Возможно, я переборщила и не нужно было наносить на все лицо. Но у меня все как обычно. Это чисто тальк, поэтому как бы к чему тут придираться. Sculpt Glow. Это та палетка, с которой шел спонж совместно. Я захотела эту палетку только из-за этого оттенка. Я попробую использовать вот этот вот оттенок. Это же не хайлайтер. Нет, это хайлайтер. Представляете? Не, ребят. Очень светлый не то хайлайтер, не то пудра. И шла вот такой вот прям тауповый. Цвета скульптора Dolce & Gabbana оттенок. Он невероятно крутой по оттенку скульпторов. То есть такие скульпторы даже в масс-маркете нужно поискать. Я хочу попробовать сделать контуринг. Из-за какого-то оттенка ты покупаешь всю палетку. Теперь я беру маленькую кисточку и буду контурировать нос. Sculptor Glow стоил 399 рублей. И плюс мне пришел спонж в подарок. Нижний оттенок для меня вообще не подходит. А вот верхний оттенок наконец-таки сделали прям то, что надо. Ингредиенты достаточно стандартные для Алиэкспресс. Это Тальк, Мика, Силика и для любых, думаю, бюджетных брендов. У меня был еще один контуринг. Это так странно. Та-дам! В составе опять Тальк, Мика, Силика. То есть, по сути, можно варить в разные упаковки, сколько угодно. Тут есть защитная пленка. Прекольно! Смотрите, какой тут градиент. Очень круто выглядит. Не знаю, в итоге, какой получится цвет на щеках. И возьму немного румяна. Смысл в том, что вы набираете румяна. Верхушка это как подсветка хайлайтер. А внизу румяна. Чтобы не ошибиться, просто берете кисточку, прикладываете. И отпечатываете. Получается как бы румяна. Прикольно! Мне кажется, настолько уже много на мне Талька, Микки и Силики, что, блин, слой румяна. Нужно делать либо слой коррекции, либо слой румяна без пудры. Сразу же на тоналку. И тогда будет хорошая кожа. Сейчас, мне кажется, у меня она перепудренная. Интересный продукт. Необычный. И у меня такого еще нет. Поэтому, наверное, 6 лочочков из 10. Алиэкспрессовских. Это хайлайтер бриллиант. Этот хайлайтер стоил 558 рублей. Это, ну, достаточно дорого для хайлайтера. На картинке был просто изумительный блеск и какой-то нереальный бриллиант в середине. И прям по бриллианту. Свощи очень хорошенький даже. Я сбрызну лицо фиксирующим спреем от NYX. Мне прям нравится. Так еще сильнее надо. Добавлю спонж и просто пройдусь по краям немного. Этот хайлайтер лучше, что случалось со мной за сегодня в этом Алиэкспресс мире. Я вам поставлю 8 лайчочков из 10. Потому что меня тут даже порадовал состав. В составе на первом месте идет Мика, не Тальк. И именно поэтому не создается эффекта напудренности. Сколько я знаю, в Китае вся косметика тестируется на животных. Но почему-то тут написано Cruelty Free. Я пока до конца не понимаю. И это самая дорогая вещь. Это палетка, которая стоила 715 рублей. Как видите, по краям немного помялась упаковка. Но первое открывание. Охренеть! Тут есть консилер! Смотрите сюда. Мне кажется, или эти палетки просто сделаны на одном заводе. Это палетка Huda Beauty, которая стоит 5000. А это Алиэкспресс за 700 рублей. Делаем свотч. В этой палетке, кстати, есть даже глиттеры, как и в худи. Я сделаю прям все свотчи. Ну, наверное, вот эти оттенки пыльные. И я не буду делать свотчи на них. Я сделаю свотчи только на блестки. Без преувеличений свотчи очень похожи. И я бы не сказала, что тут разница в 4000 рублей. Похоже, я нашла завод, на котором делает свои тени Huda Beauty. Как, блин, показать-то эти свотчи? Я нанесу в складку вот этот оттенок. Он даже пылит так же, как в худа. Оттенок очень пигментированный. Я взяла совсем немного. Блин, вот эту палетку я реально... Ну, я не советую никогда ничего покупать с Алиэкспресс. Но просто кто давно искал бюджетную пигментированную палетку вот таких вот цветов, то эту я точно советую. Отпишите мне, пожалуйста, потом в комментарии. Я наношу блестки. Я просто не знаю, какие еще нанести. Я нанесу эти блестки на глаз. Центр века. Обалдеть. Я бы заказала прям отдельно этот оттенок. Напишите в комментарии, пользуетесь ли вы вообще косметики с Алиэкспресса, или вы чисто по фану смотрите, потому что я долгое время просто смотрела обзоры. Мне было интересно посмотреть, что все-таки приходит людям. И я не пользовалась косметикой с Алиэкспресса. Консилер, пудра и все, что касается тонального средства, я люблю использовать качественные и хорошие. Так вот выглядит мой макияж на скорую руку. Сейчас я наклею ресницы от Оли Романовой. Называются они Дарья. Это хороший аналог ресницам Худо Бьюти. Вот у меня реснички получились. Я взяла два оттенка помады. Коричневый и бордовый. Скажете, что мне подойдет вот этот оттенок, да? Но мне больше нравится коричневый. Ну ладно. Нанесу немного цвета, завявшей розы себе на губы. Так. Делать это без зеркала не очень. Это, кстати, маленькая кисточка хорошо подойдет для губ. Помада стоила 144 рубля. Просто супер. Для 144 рублей. Это был оттенок 0,9. Ой, нет. Да. Нет. Это был оттенок 19, который вот этот. Мне очень нравится, как у меня получились глаза. Однозначно я еще буду тестировать эту палетку. Палетку вот эту, которая называется Sunrise Impressionism. И сама она по ощущениям классная. То есть 700 рублей еще раз бы я за нее отдала. Самое главное для меня это блесточки, потому что я их больше всего люблю. Нужна тем, у кого нет никакой яркой палетки. Второе, те, кто хотят сэкономить. Ну, это как бы все видео для тех людей, которые хотят сэкономить. Может быть, у меня выйдет на канале видео косметичка за миллион рублей, но не сегодня, видимо. Еще хорошая вещь, это спрей-фиксатор от NYX. Очень похож на Preprime. Вот их новая версия. Несколько кисточек, спонжи и палетку теней с хайлайтером и помадой. Хороший обзор получился. Я прям очень рада. Если вам какие-то вещи понравились, то переходите. Внизу будут все ссылки. Оставляйте комментарии. И поставьте два раза колокольчик. Потому что, когда ставишь один раз, то не приходят уведомления. А когда два раза, то ты появляешься в ленте. И уведомления приходят. Так что, вот, я узнала новые новости. Ставьте колокольчики. Именно два раза. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, колокольчик. Два раза. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok